Добрый день, друзья, с вами доктор Линский. Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хотел обсудить такую важную тему, на мой взгляд, как не потерять себя, как выжить, сохранить физическое, психическое здоровье в наши непростые времена. Допустим, для тех, кто считает, что в последнее время никаких таких экстраординарных событий не произошло, я думаю, не стоит дальше смотреть это видео. Я только для тех, которых многие до этого называли конспирологами, там шапочки из фольги и так далее. То есть, на мой взгляд, это просто осознанные люди, которые не доверяют той информации, которая идет из телевизоров, из других официальных источников в разных странах, а просто привыкли наблюдать за теми событиями в жизни, которые происходят, анализировать их и, если что-то не состыковывается, задавать вопросы. То есть, не удовлетворяться теми, скажем, какими-то объяснениями, которые люди понимают, что они несостоятельны. Вот как раз для таких людей мое видео я просто выскажу свое мнение, оценочное суждение. Сейчас, когда люди понимают, что мир меняется стремительно, так вот это все ускорилось со времен вот этой страшной болезни, уколов и так далее. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И потом военные события, причем сразу это возникло в Украине, далее в разных точках земли, плюс катаклизмы. И кто, допустим, у кого это складывается в одну единую картинку, то есть не разрозненные какие-то события, а человек видит какую-то закономерность, понимает, что не совсем с этим можно совладать. И как оказалось, вот я так удивился, посмотрел даже вот страны на земном шаре. Сейчас таких стран, ну вот куда бы там в дальнейшем, когда там закончатся или боевые действия, я имею ввиду Украину, куда можно было уехать. И вы знаете, не все так однозначно. Кажется, что мир велик там и так далее, но как оказалось, ехать-то особо некуда. И по многим критериям, даже вот сейчас наша страна, в которой идут боевые действия, по многим критериям она и лучше, и как ни странно безопасней, чем вот многие страны, где идет так называемая мирная жизнь. Но это опять же мое мнение и оценочное суждение. И после осознания и в дальнейшем отслеживания событий, многие, кто впал в депрессию, кто-то ушел в прошлое. Вот люди пишут, вот да, при Советском Союзе было хорошо, там вот идеально, ну там молодость связана, детство и так далее. И кто-то вот, у него основная жизнь там. Кто-то наоборот, счастливое будущее, причем как такое ближайшее будущее, так и отсроченное. У кого-то, ну отсроченное я имею ввиду там, когда человек, вот попадем на небеса, тут у нас просто так черновик, попадем туда, там все будет, нам обещали. А здесь, то есть, можно не заморачиваться. Есть и такая точка зрения. Кто-то считает, что нас спасут там светлые какие-то, инопланетяне и так далее. И вот останется только подождать. И на мой взгляд, все эти варианты, как человек, варианты реакции, это просто варианты ухода от действительности. Но опять же говорю, это только на мой взгляд. Ведь намного проще сидеть успокаивать себя чем-то там, что вот нас спасут, и вот добро всегда побеждает зло и так далее, чем конкретно что-то делать в тех условиях, в которые вы находитесь согласно возможностям. И даже часто, ведь как показывает практика, сколько об этом есть и биографии успешных людей, которые, допустим, как раз и достигли чего-то, находясь в условиях, в которых у других опускались руки. Чего стоит только тот же Виктор Франкл, человек, который был узником концлагерей во времена Второй мировой войны, прошел и после этого еще выжил, во-первых, поддерживал других узников, продолжал свою профессиональную деятельность, как он психиатр. Далее еще написал много книг. То есть человек показал, что в любых условиях можно далее совершенствовать себя и далее развиваться. То есть находить какие-то приятные моменты, находить то, что вас поддерживает в этой жизни, какие-то цели даже в очень сложных условиях. И поэтому я хочу задать вам вопрос. Поделитесь, а что, если вы нашли уже такое или занятие, или такой выход, что конкретно держит вас, поддерживает вас, допустим, в позитивном настроении, поддерживает вас надежду, уверенность в жизни. Что конкретно, какое-то может быть это дело, может быть какая-то концепция, может быть изучение чего-то. Я думаю, это будет полезно как зрителям моего канала, так и мне. Я ведь тоже человек, и всегда рассматриваю различные варианты о том, как я, допустим, решаю эту проблему. Есть очень много видео практически, что вот этот канал, что канал Доктор Линский, он как раз и посвящен данной теме. Решение как на уровне физического тела, так и на уровне психологии, развития и так далее. На этом у меня все. Понравилось видео, было вам чем-то полезным. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, делайте репост этого видео и обязательно жду от вас комментариев. Только большая просьба не с точки зрения теории википедии, а конкретно с точки зрения вашей личной практики и каких-то результатов, которые можно было бы как-то измерить, к чему-то приложить, то есть они были бы какими-то ощутимыми и именно это будет полезно другим людям. Всего доброго, будьте здоровы, остаемся людьми.